Девил Мэйк Рай 4 Отличное лекарство от скуки. Зрелищно, легковесно и задорно. Дракон Санг Де Дарк Ай. Отличный РПГ, который, возможно, встанет в один ряд с такими монстрами, как Готика или Обливион. Мюляп Кур Симулятор 2008. Своеобразный симулятор от разработчиков студии Ацтрагон. Возможно, кого-то эта игра заинтересует. Всем привет! В эфире снова Фак и я, Влад Лехов. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Flat Out Ultimate Carnage — продолжение разрушительных гонок, получившие инъекцию Next Gen технологий. Тут и динамическое освещение, и самозатемнение всех объектов, и более реалистичные частицы. Грязь, дым, брызги, воды. Также выросло число машин на трассе с 8 до 12 и количество разрушаемых предметов с 5 до 7-8 тысяч на заезд. Обломки, что важно, мешаются под колесами до конца гонки, а они исчезают через несколько кругов. А еще появились новые одиночные и мультиплеерные режимы. Все это вы увидите прямо сейчас. Flat Out — наша прелесть! Первая в мире автогонка для тех, кто их не любит, в прошлом году изменила PC с Xbox 360. Мы не особенно расстраивались. Flat Out Ultimate Carnage, вышедший на Xbox 360 еще прошлым летом, — это не что иное, как доработанные и улучшенные Flat Out 2. То есть, если разобраться, то коммерсанты из Empire Interactive собираются повторно продавать под другим названием ту же самую игру, которую мы прошли вдоль и поперек еще два года назад. Но есть несколько важных нюансов. Дело в том, что при портировании на консоль финны из Bugbear переделали всю игру практически с нуля, из-за чего Ultimate Carnage тянет скорее на ремейк, чем на обычный порт. Игра поступила в продажу 30 июля 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ видео, а также 8 ГБ на жестком диске. Изменения, коснувшиеся машин, заметны невооруженным глазом. Во-первых, хоть автопарк и остался практически неизменным, по количеству полигонов каждая модель теперь равна прежним двум. Во-вторых, в гонке участвует 12 авто вместо прежних восьми. Что это означает, вы и сами можете догадаться. Еще больше аварий, массовых завалов, покорежного металла и смешно вылетающих сквозь лобовые стекла водителей-неудачников. Наша оценка геймплея твердая, 5 баллов. В Ultimate Carnage все окружение выглядит по последнему слову прошлогодней моды. Тут и рельефные текстуры, и красивое объемное освещение, и честное самозатенение всех объектов. Все это приправлено смачными взрывами и отваливающимися деталями автомобилей. 5 баллов за внешний вид. Озвучка игры также заставляет только положительные впечатления. В чем вы сейчас сами сможете убедиться. А наша оценка звукового сопровождения также 5 баллов. Все это приправлено. Все в этой игре хорошо. В этом вы только что могли убедиться. Правда, возможно, некоторым игрокам эта игра покажется слишком однообразной, но это уже дело вкуса. В какой еще игре вы сможете сыграть в боулинг или покер собственным водителем? Именно поэтому наша общая оценка Fallout Ultimate Carnage твердые 5 баллов. Безумные скорости, умопомрачительные столкновения, безбашенные водилы и раздолбанные тачки. Статус главного автопобующего у Fallout пока еще никто не отнимал. Так что советуем обязательно обратить внимание на эту игру. Даже несмотря на то, что Ultimate Carnage не полноценная третья часть, а консольный ремейк позапрошлогоднего FlatOut 2. И не пропустите наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Подскажите, что нужно для открытия двух последних авто в дерби-классе? Вроде все гонки там выиграл. Отвечаем. Для того, чтобы получить последние две тачки, нужно проходить гонки на неоткрытых машинах в режиме Carnage Mode. Следующий вопрос. А подскажите, пожалуйста, как происходит система расчета призовых по итогам гонки? Что мне лучше всего делать, чтобы заработать как можно больше денег? Отвечаем. После гонки можно посмотреть количество столкновений. За каждую звезду дают 100 условных единиц. За поколеченного соперника целую тысячу условных единиц. Система расчета осталась такой же, как и в предыдущей части. Только соперников стало больше и, соответственно, столкновений. Поэтому есть возможность подзаработать лишних денег. Немецкие фанаты жанра РПГ последние 10 лет передвигали пластиковые фигурки и протирали картонные поля сражений настольной игры Das Schwarzauk. Но их более продвинутые соотечественники, наконец, сжалились над ними и выпустили компьютерный вариант этой ролевой забавы. Новинка получила название Dragon Song The Dark Eye. Анонсы ролевых игр в последнее время пишутся под один и тот же трафарет с непременным употреблением двух прилагательных — амбициозная и эпическая. Если вам еще не надоело это клише, тогда извольте свежую весть. Совсем недавно закончилась разработка очередной амбициозной РПГ Dragon Song The Dark Eye с эпическим геймплеем. Мир игры основан на популярной в Германии настольной фэнтези-игре Das Schwarzauk. Подробный рассказ о них занял бы не один час, поэтому мы ограничимся самым главным. Мир этой игры называется Авентурия, и он является всего лишь одним из континентов в составе огромной вселенной Этро, которая, в свою очередь, представляет собой невероятную мешанину из классических фэнтезийных рас. Орки, гномы, люди, эльфы, многочисленных империй и чуточно запутанные политоистической системой верований. К примеру, только в самой распространенной в Эдре религии насчитывается 12 богов. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на тактовой частоте 3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске Dragon Song The Dark Eye займет 7 ГБ. Геймплей Dragon Song, как и положено, большей частью состоит из сражений со всевозможной нечистью. Благо, ее тут хватает. Разработчики заготовили дюзвины монстров, от оживших деревьев до гигантских крыс. Кроме этого, предстоит общаться и с более дружелюбными существами, кузнецами, торговцами и прочими сюжетными персонажами. Причем времени на это предстоит потратить не намного меньше, чем на зачистку местных лицов от вурдалаков. Так что, если соберетесь отправиться в мир Авентурии, советуем запастись терпением. Хотя скучно быть не должно. Помимо собственного персонажа, вы можете полностью контролировать еще нескольких собратьев, прокачивать их, снаряжать оружием и отправлять в бой. Твердая четверка за геймплей. Внешность, пожалуй, самая сильная сторона этой РПГ. Потрясающие пейзажи, домики и даже меню никого не оставят равнодушным. Кстати, разработчики уверяют, что архитектура многих построек в игре в точности копирует средневековые замки. Пятерка за внешний вид. Для создания инструментальных композиций разработчики подключили команду композиторов, работавших над саундтреком к обеим частям Spellforce. Надо сказать, они справились со своей задачей и прекрасно сумели передать атмосферу средневекового фэнтезийного мира. Пятерка за звук. Дата выхода Дракон Санк постоянно откладывалась. На прилавках магазинов игра должна была появиться почти год назад. Но, судя по всему, разработчики потратили это время с пользой и выпустили отличную РПГ, которая, возможно, встанет в один ряд с такими монстрами, как Готик или Обливиан. Пятерку получает сегодня игра Дракон Санк – The Dark Eye. Стоит отдать разработчикам должное. Несмотря на отсутствие в активе студии Radon Labs сколько-нибудь качественных игр, Дракон Санк – проект качественный, продуманный, с немецкой тщательностью до мелочей. А теперь пришло время наших ответов на ваши вопросы по игре во вселенной The Dark Eye. Дракон Санк Дракон Санк основана на пошаговом ведении боя. Не забывайте нажимать паузу, лечиться и менять оружие по обстановке. Также не стоит пренеберегать правильным расположением героев во время битвы. Смотрите далее! Devil May Cry 4. Игра представляет собой отличное лекарство от скуки. Зрелищно, легковесно и задорно. Мюляп Кур Симулятор 2008. Своеобразный симулятор от разработчиков студии Адстраган. Возможно, кого-то эта игра заинтересует. Мюляп Кур Симулятор 2008. Своеобразный симулятор от разработчиков студии Адстраган. Возможно, кого-то эта игра заинтересует. Devil May Cry 4. Игра представляет собой отличное лекарство от скуки. Зрелищно, легковесно и задорно. Сегодня мы продолжаем тему необычных, интересных и очень разнообразных таких симуляторов. Каждый день мы видим их на улице. Круглый год они приводят в порядок наши города. Без них не было бы всех остальных. Все бы мы просто утонули в своих собственных отходах. Мюляп Фухор Симулятор 2008. Или по-нашему Симулятор Мусорщика. Игра, которая предлагает всем поучаствовать в виртуальном субботнике. Есть одна компания, Астрагон, которая производит на свет не совсем обычные симуляторы. Например, симулятор тракториста-комбайнера, о котором мы рассказывали вам некоторое время назад. Или симулятор уборщика, о котором речь пойдет сегодня. Необычность этих симуляторов в их реалистичности. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ видео, а также 2 ГБ на жестком диске. Реалистичность этого симулятора, впрочем, как и уже упомянутого симулятора-тракториста, достаточно высокая. Вы выполняете две роли. Управляющего и, собственно, служащего, который убирает мусор с улиц города. Основная часть игры состоит в процессе собирания мусора с городских улиц. Именно в этот момент вы ощутите всю прелесть данной разработки. Насколько это вообще возможно сделать? Идея такого симулятора достаточно интересная, но реализация подкачала. Наша оценка игрового процесса — один балл. Внешняя игра также не производит впечатления. Она даже полностью выполнена в 3D. Но при этом вы не увидите никаких спецэффектов, ни красивых пейзажей, ни качественно прорисованных моделей объектов. Наша оценка внешних данных игры — также один балл. О звуковом сопровождении много не скажешь. Как и вся игра, в целом озвучка заслуживает скромный один балл. Ничего особенного в игре не происходит. Диалогов нет. В общем, озвучивать практически нечего. Если вас эта игра заинтересовала, мы уверены, это только потому, что сама задумка достаточно интересная. Поверьте нам, ничем больше эта игра понравиться не может. Но именно за бесконечное упорство и труды разработчиков над подобными симуляторами, а также за идею мы поставим общую оценку игры на один балл больше. Два балла получает сегодня игра «Мюля Пхухару Симулятор 2008». Разработчики студии «Астрагон» не дают покоя ни себе, ни геймерам. С завидной регулярностью они штампуют уникальные игры-симуляторы на разнообразнейшие темы. Именно своей неординарностью эти игры и привлекают внимание. Жаль, что ненадолго. Реализация геймплея не самая гениальная. Если бы на третьей миссии разработчики неожиданно приготовили для нас плавный переход от собирания мусора к жесткому, а главное, к качественному экшену с захватывающим сюжетом, цены бы этой игре не было. А пока что имеем всего пару вопросов по прохождению. Первый вопрос. Подскажите, как начать игру? Я взял кредит, купил машину и рабочего, а игра не начинается. Что мне делать? Отвечаем. Все очень просто. Скорее всего, тебе нужно просто нанять второго рабочего. Но если ты столкнулся с этой проблемой на более поздних этапах игры, возможно, нужно купить подходящую машину для конкретной миссии. Следующий вопрос. Я никак не могу пройти первую миссию. Мне нужно собрать несколько мусорных контейнеров, но я не могу найти два последних. Что мне делать? Отвечаем. Ничего сложного в этом нет. Просто нужно очень внимательно смотреть по сторонам и не слишком сильно гонять на мусоровозе, так как цветовая гамма игры такая, что контейнеры с мусором иногда сливаются с другими игровыми объектами и территориями. Возможно, ты просто не замечаешь эти контейнеры. Немцы продолжают радовать нас симуляторами всего, чего только можно. Мы и дальше будем следить за подобными играми и будем надеяться, что в будущем игры жанра симуляторов всех возможных профессий действительно станут интересными. Компания Capcom, поднаторевшая выпуски высокотехнологичных экшенов на приставках, в последнее время немало внимания уделяет и владельцам PC. Весной мы играли в Resident Evil 4, а вот аккурат в середине лета свет увидел порт Devil May Cry 4. В игре нам вновь предстоит схватиться с легионами ада и спасти уже в который раз мир. Четвертая часть серии предлагает нам концептуально новую графику, бешеные спецэффекты и интригующий сюжет. Впрочем, обо всем по порядку. Смотрим. Согласно легенде, много веков назад между людьми-демонами шла ожесточенная кровопролитная война. От сокрушительного поражения человечество спас демон по имени Спарда. В день, когда должна была состояться решающая битва, он закрыл портал между мирами, отрезав легионом инфернальных существ путь к наступлению. С тех пор прошло более двух тысяч лет. Орден приобрел статус одной из самых могущественных организаций, и безмятежная жизнь стала нормой. Но однажды во время праздничной литургии в храм ворвался Данте и развязал кровавую бойню. Он убил главу ордена и безжалостно расправился с остальными присутствующими. Решив, что отпрыск великого Спарда предал дяло отца, старейшина отправили на поиски изменника молодого рыцаря Неро. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео, а также 7 ГБ на винчестере. В арсенале Неро всего три типа оружия. Револьвер, меч и особая рука со сверхъестественными способностями. Первые два работают по привычной схеме. А сила, заключенная в руке, позволяет в мгновение ока преодолевать значительные расстояния, взбираться на возвышенности и притягивать далеко расположенные предметы. В совокупности с десятком акробатических трюков этого более чем достаточно, чтобы отправить на тот свет самого дьявола. Наша оценка геймплея 5 баллов. По части графики поражает все. От общего качества картинки до внимания каждой мелочи. Бесподобная архитектура города с величественными замками, соборами и мощеными улочками со временем свиняется роскошными пейзажами заснежных гор и пышных вечно зеленых лесов. Глядя на все это великолепие, порой забываешь о сражениях и посвящаешь несколько минут созерцанию. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Саундтрек состоит преимущественно из композиции в стиле Индастриал, что придает дополнительный колорит и динамику битвам. Наша оценка звука 5 баллов. Как и современные голливудские блокбастеры, Devil May Cry 4 представляет собой отличное лекарство от скуки. Зрелищно, легковесно и задорно. Прохождение игры дает хороший заряд положительных эмоций, ведь здесь нет ни чрезмерной жестокости, ни потока в крови, ни сцен с расчлененкой. Наша общая оценка Devil May Cry 4 5 баллов. Devil May Cry 4. Игра из разряда Must Scene. Даже если вы не являетесь поклонником этого жанра и считаете происходящее на экране тренажером для спинного мозга, то хотя бы ради технологических красот, которые выдает движок, уделите ей несколько минут своего внимания. Игра определенно удалась. Именно таким и должен быть хедлайнер экшенов. Красивым, интуитивно понятным и интересным. Однако по ходу игры все-таки могут возникнуть определенные затруднения, которые мы сейчас и разрешим, отвечая на ваши вопросы по игре Devil May Cry 4. Первый вопрос. Как расправиться с громадным демоном на выходе из шахт? Отвечаем. Несмотря на то, что это самый страшный демон, из тех, что носила земля, завоеватель и полноправный владелец огненного ада, в первой встрече, о которой идет речь, он не в лучшей форме. Самым опасным является его огненное дыхание. Используйте кувырки и пролеты к его голове с помощью своей гемонической руки. Пока Нера находится в воздухе, бейте демона мечом, и как только демон постынет, в прямом смысле, сделайте ему апперкот. Также не лишним будет сначала провести атаку рукой с воздуха и швырнуть демона об землю. Повторив эту операцию раза три, вы загоните демона в портал, откуда он явился. Следующий вопрос. На ледяном мосту перед крепостью мне встретилась шикарная девушка, которая представилась Глорией. Как я понял с диалога героев, она также представляет войско порядка. Могу ли я поиграть за нее? Отвечаем. Да, действительно, Глория, так же как и Нера, борется против хаоса. Однако кооперация с ней на данном этапе невозможна. Это всего лишь цена знакомства. Однако чуть дальше она присоединится к вам и появится в списке выбора персонажей. Следующий вопрос. Плутая по храму ордена меча, я наткнулся на большой пролет верхнего яруса и никак не могу его преодолеть. В середине этой залы мой персонаж ударяется о колье, висящий под потолком, падает в воду и на него вновь и вновь набрасываются демоны. Что мне делать? Отвечаем. Демоны будут появляться при каждом вашем падении. Чтобы этого не происходило, направляйте ваш полет с помощью руки параллельно потолку и старайтесь, чтобы траектория не уходила слишком вверх. Также не стоит пытаться взять этот этап на одном дыхании. После каждой серии прыжков есть площадка для отдыха. Не брезгуйте ею пользоваться. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте муздефиств.ру. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdefistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. А теперь, внимание, канал Муз-ТВ и программа Фак объявляет конкурс на должность ведущего. Если вы молодый, красивый, талантливый, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свое резюме на нашу электронную почту. faqsobaka.muzdefistv.ru. Тема конкурс. Не забудьте про фотографии. Без них письма рассматриваться не будут. До скорого. Фильм Михаила Пореченкова «ДНД». Смотрите в кино с 4 сентября.